Ребята, всем привет! С вами Парина и игра Tekken 7. Итак, ребята, из простого видео мы узнали, что оказывается жена того сумасшедшего беспредельщика-старика, она захотела и приказала даже, чтобы какой-то красноволосый чувак с уродскими бусами убил и её мужа, и её сына. Я не понимаю пока ещё, почему родители этого несчастного, как его там по имени, я не помню, взъелись на него и желали его смерти, это немножко странно. В общем, тот убийца спустя довольно много времени, так и явился стариком, это вы видели в прошлом видео. Также прибыли на место боевые делисты из робота из корпорации G. Старику сначала пришлось сражаться с роботами, а потом и с убийцей сразиться. В общем, мне едва-едва удалось от этого старика избавить мир, но я не уверена, что он умер, потому что это такой старик, который выживает вообще абсолютно в любых условиях, даже если рядом с ним взорвётся бомба, он всё равно выживет, поэтому сложно сказать, жив ли он или не очень, но что-то мне подсказывает, что он скорее жив, чем мёртв. Ну, а Нина, в свою очередь, с солдатами из заебаться не висима, отправилась по Марсу, чтобы забрать Дина. И мне пришлось сражаться ещё вдобавок с Ниной, будучи Алисой Боскановичей. В общем, в прошлом видео было довольно весело, давайте я продолжим играть, и разблокирован новый эпизод о персонаже. Получен предмет для изменения вида Шкала Здоровья Феникс. Чего себе! Ещё предмет получен для изменения вида Табло Корпорации Джи... Бронковая. Мне вот интересно, тут сбоку, с правой стороны, вот этих всех эпизодов, я вижу каких-то персонажей, наверное... Наверное, и там ещё... А-а-а! Там написаны же эпизоды о персонажах! Я думала, там какая-то информация о них будет, но нет. Ладно, давайте пока... И, кстати, страниц там уже внушительное количество, но я не хочу пока узнавать никаких новых персонажей. Мне хватает и тех, с которыми я вынуждена ознакомиться по сюжету, и их там очень много, надеюсь, что больше в таком большом количестве их не будет. Давайте продолжим игру. И, судя по картинке, которая сопровождает этот эпизод, точнее, главно, лживые слухи. Глава 10. Я думаю, что убийца сумасшедшего безумного старика явится из-за его сына в этом эпизоде, в этой главе. Откуда у него седые пряди у Ларса? То не было же вроде. Что? Да сколько же у него детей, блин! Я просто в шоке. Ну и ну. Я просто в шоке. Ну, если в Ларсе нет дьявольского гена, получается, дьявольский ген у сына этого старика от его матери выходит. Подождите, что? Дин родственник этого старика, что ли? В смысле, возложите все на Дина? То есть, получается, Ларс, он дядя Дина, что ли? Или что? Ой, я уже запуталась. Нифига себе, старик, блин! Извиняюсь за мой французский, но прибык осеменитель какой-то. Фу, это так гадко! Я просто в шоке. Я и думала, что у него столько детей в нескольких километрах от чего-то там. Что, старик выжил, что ли? Зато весь его храм разрушил. Да, это было эффектно. Старик словно восставший из мертвых. Ходячий мертвец! Интересно, Аня, но знает, что его пытались... О, а вот и стоит, потрясающий. Потрясающий, словья старика против него восстающий. Тот красноволосый еще не знает, что старик, оказывается, жив тоже. Так, а вот и красноволосый пришел за сыном. Блин, он... У него такое лицо гадкое. У этого красноволосого. Я просто в шоке. Голова 11. Небесный суд. О, боже! Ты что, убить его хочешь? Черт, мне как раз сегодня сон снился, что я убиваю зоопиотверткой. Потрясающий, тот, кто войну развязал, должен ее закончить. Я просто в шоке. Все, чувак. У тебя уже нет шансов, потому что Ларс за твоей спиной вместе с солдатами какими-то. Похожие солдаты, похожие на солдат из Зайботсу Миссимо. Это что такое? У них у всех одинаковые солдаты, что ли? Никакой индивидуальности, мне ведь. Безымянные солдаты. Хитрый старик, коварный какой. А, ты хочешь Кадзою показать миру с другой стороны? Вот коварный, так. Своего собственного сына хочет опять раздавить, растоптать просто. Я думаю, что смерть о том, что ты все-таки жив, а не мертв тоже не очень людям понравится. Что я? Что я созданное доктором? А кого-то здесь каким богом? Я не думаю, что сын поверит в это. Хотя он, видимо, своего убийцу ждал. Лужек, тапки не растеряй свои, когда будешь драться с этими чуваками всем. Что, завидуете моим мусом, да? Нифига себе! Какой! Блин, очень сильно красноволослым встретили. Какой самоуверенный. Офигеть. Еще один самоуверенный. Кто же выиграет? Кстати, да, давай, рассказывай. Нам тоже интересно. Может, он был... Кстати, хороший вопрос. Или он был личным ее охранником? Мне вот такая мысль, почему она в голову закрылась. Ага. Вот оно как. Красноволосый, не выпендривайся. Сейчас опять тебя наваляют, скорее всего. Черт, я опять красноволосый? Да, ну, блин. Не хочу быть красноволосым. Хочу быть... ...сыном того сумасшедшего старика. Хотя он, кажется, немножко... Ау! Слабее, чем сам старик, да? Это хорошо. Это меня не может не радовать. Блин, мне нравится его костюм. Он клевый. Обожаю такие костюмы. Опять свертухи меня почти не делали. Шучу. Эй, как же моя материя? Она мимо пролетела. Я не хочу такого. Я хочу, чтобы моя материя всегда... ...попадала в цель. Блин, я тоже кое-что умею. Вроде как. Вот я тоже так ногой, кстати, заметим. Завидуешь моим бусам? Хочешь их отобрать у меня? Ну уж нет, не позволю. У меня самые клевые во всем мире бусы. Уже не знаю, из чего они сделаны, почему такие большие бусины, но тем не менее. А ты сам-то не такой, нет? Минутку, один раунд, что ли? Как бы такого не может. Сейчас. Черт, сейчас. Мне кажется, они поздоровятся. Не зря в сохранении было. Ого, ничего себе. Значит... Ты же в прошлом видео наслез сражался. Дурак ты, блин. Красного вас. Значит, не зря его родители, да? Хотели его убить, раз он такой уродец. Ну блин, ну какой бы сын не был, уродливый, не уродливый. Ну что значит убить его, хотя тут же совсем маленький мальчик был, когда его сбросили. С высокой скалы. Хорошо, что красноволосый его не убил, когда тот ребенком еще был, до того, как его собственный отец попытался его уничтожить. Ау! И что это было? Обнимашек тебе захотелось? Сам прочь своих глаз, да? Ой, блин. Выпендрежник. Не-е-е! Лентяй? Кто лентяй? А, типа, сын только и делает, что лежит, поэтому лентяй? И чеси? Клево, клево придумает. Так, 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 что происходит? А новости между тем транслируются, да? Теперь и отец знает правду. И правда. Как будто мать могла его изменить. Я думаю, она думала, что она не готова, точнее, она не может его изменить, не может повлиять на него, поэтому она приказала красноволосым убить своего собственного сына, вот что мне кажется. Боже, что-то, ракеты, что ли, какие-то запустят? Что происходит? Большой пылесос? Что это за луч? Господи! Ничего себе! Старик, ты поторопился! Я думала, ты реально хочешь сына убить. Все, злодейский смех. Нет, я думаю, что на этом все не закончатся. Закат солнца, глава 12. Действительно, демон во плоти. Думала, он будет красным. Блин, так жалко семью этого журналиста и все остальные семьи. Да ладно, он выжил! Да как они так выживают-то? Я еще понимаю, Алиса, поскольку робот, выжила, когда рядом с ней взорвалась граната. Ну эти-то как это делают? Все, сейчас сын придет с тобой, старик. Он тебя достанет, где бы ты ни был. И даже из-под земли, мне кажется. В смысле, кто тебе больше не нужен? Экзорциз не нужен? И каково чувак тебе смотреть на себя в новостях. Ты теперь знаменитый, то есть по телевизору показали. Ты заставишь силой людей поверить, что ты добрый и ни разу не демон, да? Прольешь кровь. Огонь будет гореть. И что это такое? Люди Икс? Ничего себе! Как он узнал, куда нужно стрелять? Офигеть. Что все это значит? Что твой сын, по всей видимости, знает, что ты жив. Да, он выжил. А сын знает, что старик жив. Нормально. Они чувствуют друг друга на расстоянии. Голова 13, правда. Старик себе рану в яму вырубил. А ведь хотел как лучше для себя. Ну вот зачем ты компьютер дорогой ломаешь, а? Как они так брови по лицу размазывают-то? У меня бывает такое, когда я умываюсь, мои брови мокрые, я тоже так их могу, ну, размазать по лицу, но потом они высыхают и нормально себя ведут, нормально ложатся. А у них брови всегда такие. Они, видимо, гель для укладки бровей с помощью. Ничего себе! Целый город из-за какого-то несчастного спорника был уничтожен. Это уже слишком. Ну вот. Старик хотел как лучше, а получилось, как всегда. Безумный старик. То есть, Дин? Ну, прям, с другой стороны, журналист. Ты ведь не знаешь, кто именно уничтожил твою семью. Ничего себе на шантаж решился. Ну, он смелый, конечно, журналист. Еще. О, черт. Берегись людей в черном, журналист. Через несколько часов? То есть, твой разговор с мужчиной в черном долился несколько часов? Я еще понимаю, вы бы на машине. И ездили несколько часов. Но разговаривать несколько часов даже не знаю. Кстати, действительно, этим красноволосым с его бусами невероятными. Мне сына, даже когда тот перевоплощил себя в демона, мне его запущен побить в очень стариках. Если вы хотите узнать, то вы можете найти эту информацию. В то время, я не знал почему Heihachi наконец-то решила встретить меня. Его глаза латчут на меня, у меня нестабильный страх. Я взглянулся в историю Мишима, от Жинпачи Мишима до родителей Казуми-Hachijo. В то время, когда вы отказали Мишима заибатсу, был в том же время, когда твоя жителька Казуми умерла, и что твоя сына получила ужасные болезни, от падения от плоти. Я получила сильные увечья. Как он вообще не разбил себя до смерти? Мне кажется, это звучит как-то чудесно, да? Но почему это у журналистов лицо скрывает? Да, это точно. Он журналист, который хочет мстить. Я не знал, что все это в мире. Если вы получили все это, если вы получили все это, я вам скажу все это. Ничего себе! С чего это безумный историк на такой вещь? Я думаю, что у сына такие силы атмосферы есть Но странно, что даже будучи в демонском обличии он проигрывает своего отца, который просто человек странный Ничего себе! Странно, что они не стали относиться друг к другу, как брат и сестра О боже! Тут еще не до братьев и сестра! Ага! Это все из-за беременности? Вообще, она оставила ее тело? Ого! Великорадка, что ли, была? А, так он не убивал ее? Она умерла сама? Он даже пытался спасти ее, по всей видимости Казми! Ого! Глаза крестных галат Значит, да А, стоп! Так у нее припадки какие-то демонические А, ну, как я и говорила, значит, у сына от матери Блин, что-то мне жаль этого старика получается Ему нужно было держать ухо в астро с собственной женой Чтобы та его не убила Эй, тот самый храм Жена? Сразимся? Что за странные мысли у тебя жена в голове? Вот он Чего? Нашла предлог у меня собственного мужа? Нормально вообще? О, боже Ничего себе! Думаю, я сейчас сражаться снова буду Казми, вернись, куда ты улетаешь? Блин, ничего себе, какой прыжок В смысле? Так все не просто так? Зачем же ты спала тогда с ними? Я не понимаю Что за бред? Что за бред? Ничего себе! Реально демоница Ой! Фига себе! Ой-ой-ой-ой! Ой, какая она сильная! Аааа! Черт! Пора мне уже! Наконец! Показать ей где раки, блин, зимой! Эй, меня воспоминания мучают! Это нехорошо! Потому что ее, скорее всего, они не мучают! Да блин, по всей видимости, старик ее любил! Офигеть! Ааа, так вот почему он ее убил, по всей видимости, да? Чтобы она его не убила! Теперь-то все понятно! А все выглядело так ужасно, что он ее убил, я не знаю, где собственных амбиций там или чего-то такого, а она... Эй! Ааа! Что это такое? Тигр! Все выглядело намного страшнее, чем есть на самом деле! И ужаснее! Блин, она прозрачной может становиться, да что ж такое-то! Мне не победить ее! Я знаю, что я луз! Лузер, блин! Ой! Ай! Убивает она меня морально, блин, физически! Черт, ну почему она прозрачной может становиться, призрачной? Какая клевая! Блин, я и вообще не соперник ни разу! Черт! То есть, втерлась в доверие, значит? Это вообще, как понимать? Ну, это слишком жестоко по отношению к этому стрельку! Вот почему он таким жестоким, да, стал потом, впоследствии! Потому что у него просто другого выбора не было, по всей видимости! Мяу! Как это клево было только что! Ай! Хоть бы, хоть бы победить, пожалуйста! Победить хочу! Нифига себе! Откуда Тигр взялся? Разорвет на часть! Мера-мера-мера-мера, она говорила! Кто еще кого на части разорвет? Жесть, она еще и клятву давала! И радовалась разжению ее сына! И говорила, что отлично с ним было! С этим стариком! Одну прекрасную ночь! Офигеть Эй, ты все еще живо Да блин, как Обыкновенному человеку сразиться с демоном Победить его Получается у нее весь род демонский Да? Не зря старик, который Какое-то отношение имел К семье этого Безумного старика Точнее к семье его жены Не зря он пел Ту страшную песню Их уже, значит, в ее клане Сколыбели приучали к тому Что они все демоны, там дьяволы и бла-бла-бла И им нужно уничтожать таких, как этот безумный старик Но что такое в этом безумном старике? Почему его нужно было уничтожить? По всей видимости, он ее очень любил А она вот так вот его предала Надо же, играла С ним в любовь Показывала ему, что типа любит его А она сам... Что? Да как так? Надо отделить ее голову от тела Иначе она будет оживать и оживать Типа невинная такая Что ты делаешь? А сама-то пыталась его недавно убить Таким невинным голосом говорит Конечно, у него рука дробит и сердце Ой, черт, мне кажется, она его убила сейчас Хорошо, согласилась Ну да, она теперь смерти Блин, жаль их Старика этого жалка То есть он не по собственному желанию убил свою жену Он не хотел Так, Среди, давайте отложим это до следующего раза Надеюсь, данный ролик вам понравился Ставьте большие пальцы вверх Если да, вот такой вот грустный ролик Я-то думала, что у старика, не знаю Помутился раз в суток Разум И он в итоге решил свою жену убить А на самом деле оно вон как все было Намного сложнее, чем я думала И я несколько в шоке от такого Поворота От такого развития сюжета Ладно, все, всем за просмотр Спасибо, всем всего хорошего И пока